Футбол, баскетбол, а теперь и хоккей. За ближайшие три года в городах-миллионниках откроют четыре новых больших спорткомплекса. Но без ледовых арен не останутся и небольшие райцентры. Сегодня, например, праздник пришел на улицы Белой Церкви. С ее будущими рекордсменами познакомилась Ирина Ромалийская. Десятилетний Денис уже четыре года играет в хоккей. Все ради мечты. Попасть в МХЛ, стать будущим хоккеистом. Три раза в неделю родители возят его на тренировки в Киев. Теперь надеются отдать в Белоцерковскую спортшколу. Ее воспитанники будут заниматься на новой арене. Здесь же разместят и базу команды высшей лиги «Белый Барс». Мы бы хотели створить то, что сегодня есть в украинском футболе. Для того, чтобы в будущем эта команда достигла каких-то результатов, в ней должна быть хорошая школа, хорошая смена. Новенький Белоцерковский лед раскатывают фигуристы, чемпионы Европы, мира и Олимпийские. Конечно, в России немножко другими темпами идет строительство катков, но, не знаю, на мой взгляд, отличная тренировочная арена. Жалуются звезды лишь на жуткий холод. Здесь едва ли теплее, чем на улице, поэтому красные носы и пар сорта. Сегодня здесь привычное дело, но руководители арены обещают, тепло будет уже завтра. Каждый год планируют открывать в Украине по пять подобных арен. Самые крупные профинансируют частный капитал. Универсальные арены будут построены чемпионатом Европы по баскетболу 2015 года с баскетбольной и хоккейной составляющей в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове и Донецке. На открытии следующего дворца по просьбе событий Борис Колесников и сам выйдет на лед. Я не думаю, что это украсит церемонию открытия, но я просто попытаюсь. Ирина Ромалийская, Сергей Маус, События.